Здравствуйте! Об основных событиях дня в программе «Литовское время» и сегодня в нашем выпуске. Под каунусом убили семью из четырех человек, подозреваемый выпускник престижного английского университета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Химическая авария неподалеку от Вильнюса. В пруд сброшены тонны неизвестного вещества. Объявлена чрезвычайная ситуация. Фонд социального страхования обещает вторжение в счета должников и нещадное списывание средств в пользу государства. С эмиграцией правящие собираются бороться, но пока только словами конкретных мер борьбы с демографической катастрофой не придумали. Бунт школьных директоров. Почему главы школ обеспокоены и недовольны идеей ротации директоров? В деревне под каунусом в одном из домов найдены тела четырех человека и тяжело раненый пенсионер. Предположительно, своих родных расстрелял 26-летний местный житель. Подозреваемый, уже арестованный, дает признательные показания. Однако больше всего в этой истории потрясает, что очередной виток насилия в Литве произошел в отнюдь не асоциальной семье, а подозреваемый, получивший престижное образование за рубежом, недавний иммигрант. Накануне вечером в деревне Гайжиной обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями – мужчины и его супруги, матери и брата. На месте происшествия нашли раненого пенсионера, который с выходных оставался на месте массового убийства и физически не мог позвать на помощь. Убийца прострелил ему ногу и для верности сломал ее, предположительно, лопатой. Сегодня в полдень сотрудники правоохранительных органов задержали главного подозреваемого в 43 километрах от места преступления – в Мариамполе, почти на границе с Польшей. До этого его искали неподалеку, а главной версией полиции было, что предполагаемый преступник покончил жизнь самоубийством. Арестованный 26-летний Эгидиус Анупрайтис уже сознался в содеянном. В настоящее время выясняются мотивы жестокого преступления. «Хочу сказать, что прокуроры дело рассматривают как преднамеренное убийство своего близкого родственника двух или более человек. Говоря об обстоятельствах преступления, то на месте содеянного стреляли более 21 раза. Мы пришли к выводу, что у подозреваемого была ясная цель – убить. Огонь прицельно ввелся в места, после ранений которых не выживают. В ближайшее время обратимся к врачам с просьбой выяснить, в каком психическом состоянии он находился». Полиция сообщает, что подозреваемый работал в одной из охранных компаний, и у него было разрешение на ношение оружия. Ранее молодой мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не находился на специальном учёте у медиков. Кроме прочего, подозреваемый получил престижное образование в Ливерпульском университете, который закончил по специальности химик и нанотехнолог. Убийства, предположительно, были совершены в субботу вечером. «Молодого мужчину ещё не допрашивали. После допроса обратимся в суд для назначения меры наказания. Кроме того, совершая преступление, он должен был заряжать оружие как минимум два раза. Были паузы, и у него было время осознать, что он делает». По словам соседей убитых, семья вела здоровый образ жизни. Однако проблемы и ссоры между родственниками всё же были. У убитой матери была третья степень инвалидности. А у некоторых детей наблюдались и психологические проблемы. Соседи уверены, что именно тяжёлая психологическая обстановка в семье стала поводом для расправы. Соседи характеризуют подозреваемого как замкнутого человека, у которого не было друзей. «Мы сами пока не понимаем, что происходит, и находимся в шоковом состоянии. Как видите, всё здесь приведено в порядок. Деревня спокойная, и мы всегда думали, что живём в безопасном сообществе. Этого парня мы часто видели, но лично не общались. Всегда шёл в наушниках и никогда не здоровался. Знаем лишь, что он вернулся из-за границы прошлым летом и проживал здесь с бабушкой». Эта трагедия стала продолжением волны насилия, которая буквально захлестнула Литву в этом году. Впрочем, говорят специалисты, последний случай выделяется на фоне остальных. Сразу вспомнилась история в Германии, когда пилот гражданского лайнера направил в скалу самолёт с пассажирами. Позже специалисты установили, что пилот страдал от тихой формы депрессии. А значит, группа риска им в нашей стране гораздо шире, нежели принято считать, кивая в первую очередь на небогатые семьи, в которых регулярно возникают конфликты на почве алкоголя. Ну а Эгидиусу Анупрайтису грозит пожизненный срок лишения свободы. Валерия Литвинова, Первый Балтийский канал. В Вильнюсском районе чрезвычайная ситуация в связи с химическим загрязнением водоёма. В пруду деревушки в нескольких километрах от столицы оказалось более 300 тонн опасной смеси сивушной воды, то есть отходов алкоголя или масла. Жителям района советуют закрывать окна и, по возможности, не находиться долго на улице. В понедельник днём, после сообщения жителей о том, что в районе Вильнюса ощущается странный и острый запах, специалистами был обнаружен неглубокий пруд, в котором находилась фузельная вода. Это спецтермин. Смесь, вылитая в яму, является отходами алкогольной продукции или масел. Точный состав ещё предстоит выяснить специалистам. Запах, распространённый по всей округе местечка, уверяют природоохранники, не очень опасен для человека, однако может вызвать головные боли и проблемы с дыханием. Вчера около 13 часов было получено сообщение на единый телефон помощи. Специалисты после прибытия на место определили, что произошло химическое загрязнение. Работы по ликвидации отходов стартовали вчера вечером. Ночью до сих пор ведутся. Сегодня уже можно утверждать, что химическое вещество – это фузельная вода, отходы алкогольной продукции. В настоящий момент специалисты по защите окружающей среды высасывают спецтехникой токсичную смесь. Окончательно работы будут прекращены уже сегодня поздним вечером. После пруд будет покрыт слоем песка. В пруду оказалось более 300 тонн фузельной воды, а работа по нейтрализации смеси одного кубометра оценивается в 600 евро. Ущерб как государству, так и окружающей среде причинён значительный. Штраф предусматривается согласно административному кодексу. Штраф не настолько большой по сравнению с тем, каков ущерб причинён окружающей среде. Вчера у места происшествия были обнаружены останки погибшей утки и одного лисёнка. Сейчас выясняется, от чего именно погибли животные. Виновника химического загрязнения рядом с Вильнюсом ещё придётся правоохранительным органам установить. В настоящий момент ведётся досудебное расследование. А находиться здесь, рядом с этой ямой, действительно невозможно. Запах стоит ужасный. Защитники окружающей среды ещё решают, направлять ли в прокуратуру заявление о начале уголовного преследования нарушителя. А штраф для кампании нарушителя может составить более 30 тысяч евро, не считая ущерба окружающей среде. В ближайшие дни специалисты советуют жителям района не открывать в домах окна и постараться поменьше находиться на воздухе. Чрезвычайного положения мэрия района не объявляет. Объявлен лишь чрезвычайный случай, который распространяется только на территорию близлежащих участков. Под подозрением уже четыре бизнес-компании. Ирина Высокович, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. Фонд социального страхования начал взыскание долгов по обязательному медицинскому страхованию с более чем 200 тысяч должников. В основном это коснется тех, кто выехал за границу и не предоставил необходимых документов о страховых выплатах за рубежом. Начиная с 1 января этого года, жители нашей страны погасили задолженность по обязательному медицинскому страхованию в СОДРу на сумму более чем в 5 миллионов евро. Согласно данным СОДРы, в этом году более 26 тысяч должников декларировали свой отъезд за границу. Почти столько же представили документы о том, что застрахованы в зарубежной стране и их задолженность почти на 6 миллионов евро была аннулирована. Еще 30 тысяч человек попросили временно не применять процедуру взыскания долга. Мы отложили взыскание средств до конца года, так как они обязались предъявить необходимые документы о страховании. 5 миллионов евро заплатили сами жители, которые узнали о своей задолженности и о возможности штрафов. Собранные суммы в 5 миллионов евро для сравнения достаточно для того, чтобы в региональной больнице в течение календарного года оказывать медпомощь и предоставлять стационарные медицинские услуги жителям. Несложная операция в среднем стоит 1000 евро. Нетрудно посчитать, сколько операций можно сделать на эту сумму. На этой неделе начинается поэтапное взыскание долгов. Пообещали начать с тех, у кого задолженность составила 2 месяца. Потом перейдут к тем, у кого 3, 4 и так далее. Общий долг жителей составляет 80 миллионов евро, и более половины этой суммы приходится на долю эмигрантов. Долг около 50 миллионов принадлежит тем, кто уже не платит более 14 месяцев. И мы предполагаем, что эти люди эмигрировали. Этот долг является гипотетическим. Видимо, должники просто не декларировали свой отъезд, либо не представили документы о том, что платят страховку в стране проживания. Мы упростили прием документов. Теперь достаточно их отсканировать и прислать. Именно поэтому мы и получили 50 тысяч документов по электронной почте за полтора месяца. Выделяются 6 стран, в которых прочно обосновались наши сограждане. Это Великобритания, Ирландия, Норвегия, Дания, Швеция, Германия. Директор Содры заявил, что взыскание долга не составит труда, стоит лишь деньгам попасть на счет должника. Начнем списывать со счетов. Будем ждать, пока появятся средства на счету. А если они там есть, то просто спишем нужную сумму со счета. Это стандартная наша санкция – списание средств со счета должника. Как считают эксперты, именно начало борьбы с должниками поясняет скачок резко выросшего показателя декларирования отъезда из Литвы и, соответственно, зафиксированного в начале года скачка эмиграции. Андрей Танин, Аудвис Андреяускас, Первый Балтийский канал. Правящая фракция «Крестьяны и Зеленых» сегодня представила журналистам видение плана борьбы с массовой эмиграцией. Агрария надеется, что договоренность о борьбе с основной проблемой государства подпишут не только политические партии, но и общественные организации. Наш корреспондент Ирина Высокович пыталась разобраться, какие конкретные меры предлагают политики. Фракция «Союз Крестьяны и Зеленых Литвы» сегодня представила на суд журналистов видение плана борьбы с эмиграцией. Это папка с документами, в которых описываются способы той самой борьбы. Документы должны быть подготовлены полностью к маю этого года. Староста фракции Рамуна Скорбаускис не стал раскрывать подробности, предложил только желающим ознакомиться со способами просто почитать документ. Самое главное, чего хотели бы правящие, чтобы этот документ был подписан всеми партиями и общественными организациями. Есть предложение, чтобы была создана общая национальная договоренность о политике миграции и демографии. Должен быть договор между политическими партиями, общественными организациями, а также всех, кого беспокоит эта тема. Говоря о способах остановки эмиграции, глава Аграриев сказал, что как такового единого решения нет. Необходимо говорить о проблеме комплексно, а не зацикливаться на экономических решениях и повышении заработных плат. С этим мнением не соглашается бывший премьер-министр Литвы, социал-демократ Альгердес Буткевичус. Целью договоренности должно стать повышение заработной платы. Без повышения заработной платы думать о том, что эмиграция сократится, нельзя. Лидер консерваторов посчитал предложение Аграриев пустой тратой времени и заявил, что оппозиционная партия не собирается знакомиться с договоренностью. Это переливание из пустого в порожнее, о чем нам предлагают поговорить. О том, что детям необходимо ходить в школу, а нам работать и так далее. Это пустой разговор. Мы в 2015 году не подписали такой же пустой документ и сейчас не собираемся. В 2015 году шесть партий подписали соглашение о сокращении эмиграции и увеличении рождаемости до полумиллиона человек в год. Однако консерваторы и либералы тогда отказались подписывать документ, ссылаясь на то, что в договоре не описаны конкретные меры борьбы с проблемой. Вот и сейчас в представленном проекте никакой конкретики. Стремление к достойной жизни, эффективной системе образования, повышение уровня жизни, искоренение социальной неисправедливости. В общем, про все, что мы и так все знаем. Инструменты при этом названы не были. Согласно статистическим данным, в прошлом году из Литвы выехало более 50 тысяч человек. Только за первые два месяца этого года эмигрировало почти 14 тысяч жителей страны. Ирина Высокович, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. Сегодня вступил в силу безвизовый режим Евросоюза с Грузией. Одним из первых, кто воспользуется нововведением, станет президент Кавказской республики. И сделает он это через Литву. Президент Даря Грибоскайте по случаю официального вступления в силу безвизового режима ЕС с Грузией сегодня поздравил грузинский народ с возможностью свободно путешествовать по Европе. В своем видеобращении к жителям Грузии глава Литвы подчеркнула, что 28 марта – особенный день. Это большое достижение европейской интеграции, ставшее возможным благодаря последовательным усилиям самой Грузии. Безвизовый режим символически одним из первых испытает президент Грузии Георгий Маргвелошвили, который в этот четверг с официальным визитом посетит Литву. Министры стран Балтий сегодня в Вашингтоне встречаются с госсекретарем США Рексом Теллерсоном, с которым планируют обсудить вопросы безопасности региона. Министры обсудят проблемы борьбы с терроризмом и возникающие перед миром угрозы, усиление трансатлантического сотрудничества с НАТО, а также актуальные вопросы энергетической безопасности. По сведениям агентства БНС, речь пойдет и об обязательствах балтийских стран по укреплению своих национальных оборонительных сил. Глава МИД Литвы Линас Линкевичус уже был с визитом в США в конце февраля. Тогда он встречался с сотрудниками новой администрации и заявил, что Литва добивается постоянного присутствия американских военнослужащих в стране и гарантий воздушной обороны. Поток денежных переводов в нашу страну по-прежнему стабильный, однако из Великобритании он начинает иссякать, объявили сегодня аналитики Банка Литвы. Центробанк связывает эту тенденцию с решением Соединенного Королевства покинуть Евросоюз. Кроме того, курс фунта стерлинга значительно снизился по отношению к евро. Падение денежных переводов за три года составило 20%. Всего в Литву за прошлый год эмигранты перевели свыше 1 миллиарда евро. Из США, Германии, Дании и других стран поток переводов остается без изменений. И еще в экономике аналитики повышают скорость роста экономики как Литвы, так и в целом стран Балтии. Ожидается, что ООН в этом году будет самым стремительным в ЕС. Экономический рост Литвы и Латвии в этом году составит по 3% и будет одним из самых быстрых во всем Евросоюзе, прогнозируют аналитики крупнейшей в странах Северной Европы и Балтии финансовой группы Нордеа. Между тем, в Эстонии прирост составит 2,5%. Отмечается в обнародованном сегодня экономическом обзоре Economic Outlook. Старший экономист банка Жигимонтас Мауритсас говорит, что стимулировавшее в последнее время рост экономики внутреннее потребление постепенно выдыхается. И основным двигателем развития станет возрождение экспорта и инвестиций. Быстрее всех в регионе зарплата также будет расти в нашей стране за год на 6%. Правда, как и цены. Инфляция ожидается на уровне 3,5%. Против введения сроков избрания директоров школ протестуют сами директора. В Сэме готовится принять порядок ротации руководителей образовательных учреждений каждые 5 лет. Директора уверены, для обновления системы просвещения нужно не только головы менять. В системе просвещения Литвы все новое либо уже когда-нибудь пытались делать у нас в стране, либо копируется с Запада впервые, признали представители ассоциаций руководителей школ. Пытаясь защитить себя, они призвали не вводить выборы и перевыборы директоров каждые 5 лет. Как говорится, не рубить с плеча. Мне эта рубка напоминает решение разделения школ по возрастам. Как говорят в народе, мы четвертовали школы и ждали, что из начальной школы, в прогимназии с гимназиями, дети придут сами собой. Тогда общественное потрясение не оправдалось. Теперь хотят рубить головы директоров плохих, хороших, всех подряд. Директора школ постоянно проходят всевозможные проверки. Абсурд, если признав работника хорошим, государство тут же его уволит, приводят доводы руководители. И протестуют против такого сомнительного критерия отбора, как безупречная репутация. Значит, человек, имеющий какие-то проблемы с правоохраной, без разбирательств, без дальнейших процедур может лишиться должности. Логично, если ты уволен за некие конкретные проступки, а не за то, что долго возглавляешь свое учреждение. Как пояснили выступавшие, уже сейчас директоров школ назначают на конкурсной основе. Значит, их выбирает мэрия. И ей не нужен долгий срок в пять лет, чтобы избавиться от нежеланного руководителя. Администрация нашего города нам сказала, что мы не будем ждать окончания каденции, если человек будет работать плохо, и это не будет удовлетворять город. У большинства директоров в Литве нет шансов быть плохими. Ведь тогда школа попросту не наберет учеников, заметил каунасский гость. Не секрет, что родители ведут детей учиться не туда, где ближе, а где учителя хорошие. Последних, кстати, не хватает. И могу сказать по личному опыту, что в каунасе мы уже сейчас ощущаем нехватку учителей начальных классов, так как вот эти последние три года школы, которые имеют успех с набором учеников, то есть школы, которые набирают по шесть, по семь первых классов, а учителей найти довольно-таки трудно. Вот, например, у нас в школе приехала учительница из Варены. Вот говорят, в Эстонии переживают, что молодые педагоги не идут в школы. Мол, у них только 11% учителей в возрасте до 30 лет. В Литве их меньше 4%. Может быть, Сейму стоит поработать над привлечением молодых в педагогические коллективы, а им самим позволим переизбирать руководителей без всяких сроков, когда нужно. И проблема решена. Правда, таких школ, где учителя или ученики способны выйти с протестом и сменить директора, как в гимназии Лайсвис в Новой Вильне, у нас в стране совсем немного. Наверное, для остальных установление выборных сроков на 5 лет единственная надежда на демократию в школьных стенах. Наталья Гаврюшова, Первый Балтийский канал. На сегодня это все. После прогноза погоды эфир продолжит программа «За кадром». А после смотрите очередные серии фильма «Мата Хари». Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. До завтра.